Человек я никакой, я не знаю. А вы давно здесь? Я. Год уже на рождественской празднике. Год уже, да? Год будет, да. Ну и как вам здесь расскажите? Ну, что вам сказать? Нормально. Так как никому мы не нужны, то нормально. Как отношение сотрудников к вам? Нормально. Ну, знаете, как и все мы одна хорошая, вторая не такая. Ну, ничего, привыкаем. Нормально. Я, например, нормально совсем оживаю. Медики вас осматривают здесь, приходят? Кто? Медики? Ну, медики редко бывают. Приглашают. Но надо за все платить, видите? А денег? У меня, например, пенсии мне еле хватает оплачивать. Сколько стоит здесь? Я понятия не имею. Я даже не знаю, какая у меня пенсия. Честно с вами не знаю. А кто оплачивает? Ну, у брата все осталось в Петровске. Понятия не имею. Я только сегодня подумала, свалили бы машину. Куда-нибудь в яму трактором засыпали, да и все. Понятия не имею. Ну, я с Украины. Я беженка. Я поверила, что мне тут лучше будет приехать. Брата, давайте, куда попала. Ну, скажите, Вик, а как здесь вам вообще? Как вам уход, питание, отношения? Нормально. А почему плачете тогда? Понимаем, поменяемся местами, кто будет тлакать. Скажите, что вам здесь не мягкий? Нет. Никого, ладно. Сколько вам лет? 68. Как у вас здесь распорядок дня такой? Что вы делаете? Вы гуляете, телевизор смотрите? Что? Нету. Ничего нету. Был телевизор, забрали. Другое место. А гулять мы же лежачие. Вы не хотите, да? Вас не выводят, не вывозят? Нет. Не вывозят? Нет. То есть вы на улице вот, не гуляете, не сидите на улице? Нет. Когда вы последний раз были на улице? Да не помню. Здесь ни разу не была. Когда из корпуса в корпус только переносили, перевозили на коляске. Тогда. То есть есть еще другой корпус, а вы не только здесь, да? Да, еще один. Тут три корпуса. А когда вас меняют и для чего это делают? Ну, памперсы, пеленки. Меняют утром и вечером. Нет, а меняют у вас из одного корпуса в другой. Для чего? Обрабатывали санстанцию. А. Обработка была. Да, 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 да. Ну, я выращиваю ваши вещи. Прияжутся, присядься, делай, что хотите. Хотите идти домой? Пожалуйста, и по своему вопросу. Вот, и мы не сто в вашей руке. Я не знаю. За вами не хотите, как я сказал. Я не хочу сказать, что вы не дадите. Вот, все чистые условия, я поняла, смотрите. Вы сотрудничаете, да? Нет, я в собственном доме. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. А, ты здесь владелец. Да. Все чисто. Вот ходят все, кто кому не ввен. Открывают дверь специально. Посмотрите. Вот смотрите, что здесь творится. Специально, чтобы условие температурный режим нарушался. Дом чистый, все чистые, все с памперсами, все ухожие, все накормленные. Пришли все сотрудники, я не знаю, уже прокуратура, министерство. Что здесь вообще происходит? Откуда жалоба была? Не знаю. Да вот смотрите, все заходят, открывают, вот никто опять. Вот каждый пять минут нарушает температурный режим. Ой, мама. Ну, вы что делаете-то? Вот зайдите в любую комнату, все чисто и аккуратно. Люди не хотят отсюда уходить. Какие претензии к вам, что говорят? А? Какие к вам претензии, что говорят? Ко мне никаких претензий. Закрылась ИП, с которым были у них у всех заключены договора. Я увидев эту ситуацию, вот этот беспредел, сказала, ладно, там разбираться это очень долго. Мне жалко людей, понимаете, вы люди беспомощные. Куда их увезут? В больницу, да? А потом куда? На улицу? Я не знаю, я сказала, мы известим ваших родственников, я лично, если там ИП приостановили решение в судах. Никто вас здесь не удерживает. Вы чисто и аккуратные. Я тоже человек, понимаете? Пенсионал тоже очень любит их, хорошо очень к ним относятся. Они тоже, хоть ИП закрылось, никто не ушел. Все на добровольной основе ухаживают за ними, кормят, смотрят. Да вы что творите? Ну куда людей-то девать? Я не знаю, что случилось. Сейчас забивают, получается. Ну получается, что их забирают отсюда. Я им просто разъясняю, так же как юрист, что никто их отсюда без их согласия не может выселить. Они говорят, что могут выселить официальные органы, извините, на основании того, что у них угроза жизни и что они дома опечатают. На каком основании? Я представитель собственника, я официально заверяю им, я разъясняю им, что без вашего согласия они дом не опечатают. Вот будет угроза жизни. А если вас заберут куда-то без вашего согласия, это уже похищение человека. Скажите, а сколько стоит здесь выхождение одного? Одна тысяча рублей. Вы посмотрите, какие условия. На прищи сколько? В месяц? Ну, наверное, в месяц. Я не знаю, у меня аренда была. Просто они говорят, что мы проплатили все до октября. Я сейчас могу сказать достоверную информацию. Была аренда, может быть, я в чем-то виновата, но я вот сама смотрела, их владелица, заказала сама себе здесь койко-место. Видит, в каких условиях, в какой персонал, как они относятся к ним, всех все устраивает. У него со мной говорят, я хочу здесь быть. То есть вы собственница в помещении, но не владельца пансионата, да? Никакой пансионал, я просто собственница. Вот представитель собственника. Скажите, как вас зовут? Меня зовут Муроная Лариса Викторовна. Я являюсь представителем собственника. Муроная? Муроная. Я являюсь официально представителем собственника этого дома. Жалко этих людей просто, честно говоря. И мы вот в целях благотворительности, мы не знаем там, какие обязательства, сколько они платили. Это их отношение с РФ. Люди начали возмущаться, родственники приезжать и говорить, что у нас проплачено до октября. Мне жалко этих людей. Я сказала, доставайтесь вы. Ну, я попрошу персонала, может быть, как-то им компенсирую, вот мой собственник, вот, чтобы они остались, покуда они сами не известят людей всех, родственников. И они уже примут решение, никто их не волит здесь. Или они уедут и выберут другое учреждение, или они их поместят в больницу, но здесь вот лукавят. И говорят о том, что их отсюда все равно они здесь не останутся. Основание причины. Вот смотрите, открываем двери, специально нарушаете императорный режим. Вот, вот сейчас подняли всех больных, скажите. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Маргарита Сергеевна. Маргарита Сергеевна, вы здесь как давно находитесь? Ну, давно уже. Вы сколько? Не помните? Ну, посмотреть можем там. По документам. Ну, как вам здесь расскажите? Как вы здесь живете? Как себя чувствуете? Хорошо, иногда не так хорошо. А что не нравится? Не нравится здесь, ну, я так не могу сказать. Значит, больше. Что здесь чувствует? Как вам нравится, не нравится здесь? Скажи мне, мама, идите, я бы, ну, простыньше. Иди, тут холодно. Куда? Вот, холодно, Ксения, иди туда. Можешь тогда? Ну, ты не ходишь? Без меня не уходи. Да куда тебя без тебя выйдут? Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...